А в самом Вильнюсе уже готовятся к предстоящему саммиту Восточного партнерства. Причем готовятся не только политики. Например, сегодня на Ратушной площади представляли Украину. Очень доходчиво. Варениками и борщом, которого до 100 литров наварили. Заявив, раз уж приехали, то хотят показать страну в лучшем виде. Будет подписано Вильнюсское соглашение или нет. В столице Литвы сейчас наш корреспондент Надежда Дерманская. И вот каким ей увиделся город и события в нем. Литовская столица наводит марафет. Вильнюс готовится к приему высоких гостей. Саммита Восточного партнерства. Уже в дефиците свободные отельные номера. Разобраны автомобили на прокат. Последние штрихи наводят в выставочных павильонах Литэкспо. Здесь будет официальная часть саммита. Вовнутрь журналистов сейчас не пускают. Оно и понятно. Меры безопасности. Уровень саммита чрезвычайно высок. Ожидают руководство Европейского Союза, лидеров европейских государств и стран Восточного партнерства. Неформальная встреча также запланирована. В самом сердце литовской столицы. Во дворце правителей княжества литовского. Политический бомонд отужинает здесь накануне. Чем будут почивать высоких гостей? Секрет шеф-поваров. Сегодня мы сварили украинский борщ. Очень старались. Рецепт не такой, как литовский. Думаем, настоящий украинский. Пожалуйста, попробуйте. Миссия Элоны вкусно накормить гостей украинского городка в центре литовской столицы. Его разбили здесь на два дня. Осваивать рецепты украинского борща и пампушек пришлось недолго. А вы скажите, кухня литовская, украинская, есть что-то похожее? Конечно. Всегда были близкими заседями. Ну, из картошки, из мяса. Украинский городок в Вильнюсе планировали в поддержку подписания договора об ассоциации. Но после заявления правительства о заморозке евроинтеграции, его участники не пали духом. Ведь главной целью было показать, чем богата Украина, ее традиции. Как сильно я хочу. Украинскому городку в Вильнюсе выделили почетное место Ратушную площадь. Людное место в центре литовской столицы. Говорили об Украине и в самой Вильнюсской ратуши. В преддверии саммита здесь провели конференцию «Мы в Европе или Европа без нас?». Политики, творческая интеллигенция, лучшие умы искали ответ на вопрос. А что же после саммита? Как будут складываться отношения Украины и Европейского Союза? Конференцию планировали начать с дискуссии трех экс-президентов Украины. Виктор Ющенко, Литвы Валдоса, Адам Куса и Польши Александра Квасневского. Места двух последних сегодня оказались пусты. Александр Квасневский, вероятно, взял паузу в комментариях. Из трио экс-президента в Вильнюсе выступил украинский Виктор Ющенко. Есть один способ в Украине иметь будущее интегрироваться в лоно европейской семьи. Организаторы конференции собрали в литовской столице политиков, журналистов, политологов, бизнесменов обсудить, куда двигаться дальше. Среди почетных гостей бывший министр иностранных дел Польши Адам Ротфельд. Случилось, что по ряду причин Украина не сможет подписать. Европейский Союз подождет. Но именно то, что Европейский Союз не является силой, которая дабит на Украину, это Украина заинтересована в том, чтобы приступить именно к этому договору про ассоциацию. И, по-моему, раньше или позже, я, пожалуй, считаю, что это будет раньше, это случится. Дискуссия привела и к обсуждению самой идеи восточного партнерства. Эксперты считают, выводы работы над ошибками должны сделать и Украина, и Европейский Союз. Это еще и, скажем так, жалкость этого европейского партнерства, восточного партнерства, которое не смогло создать стимулы для украинского общества, для украинской элиты, для того, чтобы оно консолидировалось в одном направлении, а не пыталось остаться в этой серой зоне между Европой и Россией. Досит часто власне стратегии, стратегическое побачение, а что мы хочем от Украины и ширше от Кринс-Схидного партнерства, его не имеет. И поэтому эта ситуация, очень непростая, болезненная ситуация, которая сейчас крана, она является выгнанием как для украинского уряда, на мою думку, так и для урядов европейских стран. Мы в Европе или Европа без нас? Выпросительный знак названия Вильнюсской конференции пока явно оставляет вопрос без ответа. Надежда Дерманская, Сергей Дубинин. Подробности недели. Вильнюс. Продолжение следует...